Понятно желание понять, что происходит. И, конечно, не только град, человека может интересовать или дождь, но так устроен человек, что ему хочется понять. И это нормальное желание. Ошибочным оно становится тогда, когда его абсолютизируют, а потом, если нет понимания, а часто нет понимания, то начинают обижаться. В случае таком, как вы описываете, на кого обижаться? На того, кто создает погоду. И, на самом деле, по большому счету, все, что происходит, это Всевышний, так или иначе считает, что это правильно. А если это больно, начинаются обиды. И вот тут капкан, тут и западня. Это свобода выбора человека. Перед нами стоит проблема. Ситуация плохая. Что делать? Значит, категорически нельзя к небу обращаться с ни с какими претензиями. Это нужно помнить. Потому что любая претензия к небу, ну, если так можно выразиться, это не очень хорошо, что же камень бросит в небо. Что будет? Упадет. Кому? Тебе на голову. Только раньше он был рядом с тобой, а тут ты его бросил высоко, он с высоты упадет, это может быть немножко больно. Или множко больно. Поэтому нельзя так делать. Нельзя бросать камни наверх. И, кстати, этим занимались строители Вавилонской башни. Представляете, куда мы сейчас вышли с вашим вопросом? На Вавилонскую башню. Они хотели бороться с небом, сказать, что человек сильнее, чем творец, и стрелы из лука впускали в небо, и прочее, прочее. Ну, кончилось, мы знаем, не очень хорошо. Но в вашем вопросе нет этого. Я просто так ушел в сторону. Вы просто спросили, очень простой вопрос задали. Что бы это значило? Потому что, действительно, в Песах, в Израиле, погода достаточно стабильная. Мы перестаем молиться о дожде в первый день Песаха. Поэтому, чаще всего, уже дождей нет до Песаха, уж тем более во время. Но, тут я хочу немножко вас разочаровать. На самом деле, статистически, дождь действительно редок. Град тоже. Но это не значит, что этого не было совсем. Насколько я читал, такое явление, как в этом году, было 22 года назад. Не так давно. Очень хорошо помню, это я уже не знаю, старожилы, потому что это было 71 год тому назад, когда было создано государство Израиль. Оно было создано в месяце Ияр по привычному календарю в мае. В мае сильный град был в ряде мест Израиля, и в том числе в Цфате. Цфат – это город на севере Галилеи, и высоко, и там град, конечно, сильный. Но это помогло, потому что арабы подумали, что это по их головам вьет град, как наказание за то, что они против создания государства Израиля. И многие из них просто испугались и разбежались. На нашей стороне почти не было солдат. Одна винтовка на пять человек. Арабы были вооружены относительно хорошо, и надеялись с помощью оружия завоевать многие наши города. Но град их сбил с толку, и они как-то разочаровались в такой возможности, и он сыграл нам на пользу. Я к тому, что это бывает, просто редко очень. Эти же арабы, которые испугались града, испугались потому, что действительно весной в Израиле уже нет ни дождя, ни града, ничего. Но теоретически до праздника Шевод, между Песох и Шевод, иногда, иногда, может быть, какой-то небольшой дождь. Конечно, град – это редкое явление. И на ваш вопрос, что бы это значило, ничего невозможно сказать. Потому что все эти высказывания, что, я знаю, что это значит, это потому что то, а то потому что вот это, это просто, как правило, самомнение людей, ничего они не знают, не могут знать. И не надо знать, какая разница, почему это произошло. Главное, что, основное, что такие явления атмосферные, это проверка нас на то, что мы принимаем все, что с неба приходит, с благодарностью. Пошел такой дождь, неудачно, конечно, что это было в дни Песоха, но все равно надо принимать с благодарностью. Не пошел – хорошо. До Песоха не было дождя – плохо. Надо принимать с благодарностью. Это все, что перед нами ставит вот эти атмосферные явления, свобода выбора, выбрать правильную дорогу. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok